приветствую вас дорогие друзья спасибо что заглянули ко мне в гости для тех кто впервые у меня на канале меня зовут Алла друзья мои сегодня речь пойдет о моих пустых баночках за лето потому что лето закончилось уже наступила осень и вот мое традиционное видео сезонное значит единственно что я хочу сказать я рассказываю только о каких-то уходовых и косметических продуктах но не обо всех которые закончились а только о тех которые произвели на меня самое благоприятное впечатление и которые я могу порекомендовать вам поэтому если вам интересен такой формат оставайтесь а я приступаю и так начну я свой обзор закончившихся средств видимо с шампунем ну так наверное логично пойдем так сказать сверху вниз значит вот такой шампунь я не устану повторять я не устану хвалить его потому что я уже неоднократно говорила про этот шампунь это фирма оркла это финский производитель очень бюджетно и его можно купить в принципе и у нас в питере вообще это легко без проблем сделать в каких-то других городах возможно заказать его в интернет магазинах значит оркла выпускает у них огромная линейка шампуней и чуть меньше бальзамов но бальзамы как-то не зашли а вот шампунь этот но уже наверное года три я на нем так плотно сижу вот рекомендую для тех у кого очень чувствительная кожа головы склонная знаете вот каким-то восприимчивые может быть так скажем каким-то агрессивным компонентом значит вот этот шампунь прекрасно увлажняет и кожу и волосы несмотря на то что он дегтярный да значит и запах вот что меня принципе тоже очень радует потому что обычно продукты все вот эти которые в основе своей имеют дегтярную вот эту вот отдушку они очень такие резкие вот этот очень приятный в общем мне нравится рекомендую присмотритесь вот такой шампунь так дальше наверное я продолжу значит расскажу вам про средства по уходу за телом значит прежде всего вот такой гель для душа это крымская косметика я снимала видео значит у меня мыло жидкое есть еще и гель для душа вот закончился к сожалению стоит опять же очень и очень бюджетно в составе основной действующий компонент это аквабиолиз такой комплекс значит работает я вам хочу сказать просто шикарно единственный минус у этого геля пожалуй что он очень быстро заканчивается вот значит увлажняет здесь состав еще входит алоэ вера и ромашка и в принципе в принципе вы знаете компоненты все которые указаны они все натуральные то есть ничего такого какого-то смертельно опасного здесь нет вот поэтому вот такой бренд формула вашего здоровья крымская косметика гель для душа присмотритесь однозначно рекомендую я думаю что результат если вы его приобретете вас порадует далее продолжаем значит про уходовые средства за телом и опять же это мой любимый гель от фирмы холика с алоэ вера шикарный гель и чем он хорош прежде всего тем что он универсальный он подходит как для ухода за телом так и за лицом и даже за волосами значит стоимость у него конечно уже не очень бюджетная в районе тысячи рублей но вы знаете его хватает принципе надолго потому что баночка достаточно объемная вы видите она большая и в принципе его не так и много и надо при использовании да вот для разовой какой-то порции прекрасно снимает раздражение прекрасно устраняет сухость вот знаете даже ну кто допустим использует станки наверняка знаю да какие бывают проблемы после использования в некоторых значит зонах и вот этот гель он прекрасно справляется вот с такой задачей устраняет вот эти все какие-то раздражения воспаление снимает вот поэтому однозначно рекомендую если кто еще не пробовал обязательно попробуйте вы останетесь довольны так ну и в завершении темы ухода за телом я хочу еще вот вам показать такой крем значит один один существенный огромный недостаток у этого крема значит что его в принципе практически невозможно купить у нас стране и я уже смотрела интернет магазины естественно не в каких таких магазинах в розничных его просто нет это шведский производитель я покупаю его в финляндии и вы знаете вот этот крем я наверное рекомендую девочкам кто меня смотрит я знаю что много таких проживающих в европе вот поэтому обратите внимание если у вас проблемные сухие ножки вот именно вот этот крем от шведского бренда вот не знаю сиси с наверное вот аббревиатура три буквы значит вот он в составе своем активные у него ингредиент это мочевина но он настолько деликатный и он настолько шикарно справляется с обещанными вот этими всеми заявленными своими вот какими-то обязательствами я сколько раз пыталась с него слезть понимаете искала какие-то другие альтернативные варианты и и его ли спор использовала фирму ну вот все не то все не то я все равно возвращалась к нему стоимость у него ну скажем не очень бюджетная да там порядка может быть тысячи но вы знаете его очень надолго хватает потому что на разовую порцию там просто надо буквально чуть-чуть в общем девочки у кого проблемные ножки и кто может вот особенно акцентируя внимание тех кто проживает в европе вот обратите свое внимание пожалуйста вот на этот бренд и на этот крем крем для ног так далее давайте мы пройдемся уже по уходовым средствам за лицом значит закончилась у меня летом вот такая вот такое гидрофильное масло от фирмы мисха это корейский бренд достаточно популярный у нас значит в стране и здесь как бы основным действующим веществом является календула опять же я говорю мне понравился эффект знаете прекрасно удаляет любую косметику даже самую водостойку замечательно как бы вот по количеству он очень экономный его много не надо по запаху он очень нейтральный абсолютно никаких нареканий и раздражений у меня он не вызвал прекрасно удаляет косметику с глаз даже вот учитывая что у меня чувствительные глаза опять же мне никаких замечаний вот по его использованию не возникло вот поэтому могу рекомендовать фирма мисха вот с календулы вот такое гидрофильное масло стоимость опять же у него не бюджетная там ну что-то в районе полутора тысяч но хватает его девочки очень и очень надолго так что те кто пользуется при очищении при демакияже именно гидрофильными маслами вот присмотритесь к такому далее уже уходовые средства это кремы значит я расскажу о двух кремах первый это от фирмы скин докторс значит он у меня закончился еще в начале лета но я решила отложить рассказ о нем именно до осеннего периода потому что этот крем он как бы в своем составе содержит на большое количество кислот он реально обновляет нам кожу то есть вот сейчас по осени вот этим кремом уже можно начинать пользоваться гамма-гидрокси крем или гидрокси я не знаю как правильно ставить ударение извините значит это австралийский бренд и опять же я уже снимала про него по моему видео мне очень нравится там крем для глаз и вот вот этот крем для увядающей именно для возрастной для проблемной кожи потому что я говорю в составе кислоты он реально просто обновляет кожу значит он очень активно действует на лице если даже вот и вы ни разу вот первый раз при нанесении можно почувствовать легкое жжение покраснение но потом это все все эти симптомы уходят на нет по мере использования и кожа просто обновляется вы знаете я вот вам просто отвечаю что и цвет лица и рельефность вот эти все какие-то воспалительные моменты они уходят просто на раз-два так что присмотритесь стоимость очень небюджетная но видимо он стоит все таки этих денег потому что он работает вот такой крем так далее крем вот закончился у меня практически совсем недавно это от тианы я снимала видео простите я снимала видео на тему значит косметики от этого бренда вы знаете но настолько меня вообще порадовал этот бренд что просто не передать словами значит вот этот крем для возрастной опять же кожи который в своем саде составе содержит нано частицы золота ну уж не знаю что он там на самом деле содержит но работает он прекрасно я вам хочу сказать увлажняет питает выравнивает цвет лица устраняет какие-то там сухости воспалительные моменты то есть просто вот крем ну вот за ту стоимость который он стоит знаете вот но он просто отрабатывает на все сто процентов он конечно не такой сильный как вот предыдущие вот так скин доктор но как увлажняющий как питающие как выравнивающая цвет лица значит и даже принципе можно сказать что легкий лифтинговый эффект есть значит вот такой крем обязательно тоже присмотритесь рекомендую кто если находится в поиске уходового средства для своего лица ну и еще одно уходовое средство значит это уже за областью вокруг глаз это вот тоже значит такая баночка она у меня уже настолько заюзанная что здесь уже практически ничего не прочитать но я картинку где-нибудь вот выложу найду в интернете это с экстрактом розы от фирмы шоконад крем для глаз стоит очень бюджетно но работает я хочу сказать настолько вообще замечательно настолько мягко хорошо увлажняет эту область вы знаете даже мне помогал и с отечностью я не знаю за счет чего опять же потому что в составе указаны практически одни натуральные компоненты вот я осталась конечно очень довольна единственное что упаковочка очень невзрачная вы видите она потёрлась вся такая вот вся видно какая-то потому что ее постоянно да я трогала руками ну и баночка такая совсем не притязательная в плане оформления но не суть главное что внутри а внутри реально шикарно работающее средство поэтому рекомендую присмотритесь так ну и еще одно уходовое средство за лицом то что у меня закончился это мой любимый вот такой мезокомплекс тоник я тоже говорила я уже снимала это от фирмы белита белорусский бренд значит опять же покупаю я его уже далеко не первый раз он у меня практически всегда есть под рукой прекрасно работает и замечательно вообще увлажняет справляется вообще вот ну по после него даже в принципе принципе можно и крем не наносить вы знаете кожа очень комфортно себя ощущает вот но на почему я его оставила практически на последок потому что значит одна из зрительниц мне тут написала что в составе в составе содержится вот такой компонент как пег 40 и что является по сути павом это поверхностно активное вещество а павы мы знаем это принципе не есть хорошо для нашей кожи вот особенно по поводу мицеллярки когда начинаешь узнавать информацию значит почему мицеллярку необходимо обязательно смывать потому что в ее состав входит большое количество вот этих павов значит и ну как бы вот зрительница она просто написала что у нее есть белорусский тоже тоник и вот там содержится вот вот этот вот пек и ну не указала какой я тут же побежала значит посмотрела состав своего и да увидела действительно есть слушайте ну перелопатила я много информации сейчас в интернете значит посмотрела это одна из версий касторового масла вот этот вот пег 40 он здесь как эмульгатор выступает эмульгатор стабилизатор значит как я поняла как я поняла что в тониках он может содержаться но в очень невысоком процентном соотношении то есть все что ниже 25 процентов по составу по содержанию вот этих бегов павов значит то в принципе безвредно для нашей кожи вот это меня немножко успокоило вот поэтому я все равно продолжаю рекомендовать этот тоник использования потому что я говорю пользуюсь я им уже опять же не знаю второй год точно вот и пока никаких негативных моментов я не выявила после его использования вот так что присмотритесь ну и на закуску я оставила два средства декоративной косметики которые у меня тоже закончились и которые мне очень и очень нравится я могу вам порекомендовать первое девочки это вот такой консилер консилер два в одном он как бы и консилер и хайлайтер то есть он и высветляет и корректирует и устраняет вот эти вот недостатки у кого они есть под глазами значит в плане того чтобы подобрать лично мне консилер это вообще занятие очень непростое я уже перепробовала кучу разных и жидких и сухих текстур и кремовых и в общем много-много разных консилеров у меня было и вот год назад я открыла для себя от фирмы эвелин вот такой слушайте ну я в восторге опять же если у кого возрастная проблемная кожа у кого-то может быть круги или отечность прекрасно работает не забивается ни в какие морщины ничего не подчеркивает маскирует отлично вот поэтому присмотритесь ну и последний продукт о котором я сегодня вам расскажу это тональный крем от фирмы ревлон color stay значит что хочу сказать замечательный тональный крем если у вас возрастная если у вас такая кожа скажем больше наверное все таки для нормальной этой кожи подойдет хотя принципе в принципе наверное и для сухой он подойдет да нет вы знаете он в общем то универсальный потому что он не подчеркивает никакие не шелушения не западает ни в какие поры прекрасно лицо значит покрывает покрываю покрывающая способность у него очень хорошая чуть выше чем средняя вот и если вам нравится такой слегка влажный финиш на лице то это ваш крем присмотритесь вот у меня ревлон color stay как я уже сказала тонн 180 просто идеально лично вот на мне сидит этот тон просто под мой моя вторая кожа и хотя здесь и написано что он для комбинированной да но там по моему есть вариант еще и для сухой это для нормальной комбинированной кожи а есть для сухой да вот поэтому вот имейте ввиду если вы находитесь опять же в поиске какого-то хорошего тонального средства возможно вам он подойдет ну вот дорогие друзья поделилась я с вами своими впечатлениями от использования вот этих всех косметических продуктов и такая знаете получилась солянка грубо говоря тут и уход и за лицом и за телом и за волосами и даже декоративка может быть кто-то из вас что-то возьмет себе на заметку я буду только рада надеюсь что видео было для вас информативно полезно вот поэтому спасибо большое что посмотрели я всем вам желаю спокойных расслабленных солнечных выходных а на этом позвольте мне с вами попрощаться пока пока